В издательском деле, как на хорошей кухне, важно, кто творец. Мужчины-сторонники строгости, а женщинам подвластен лишь глянец. Стереотип, который давно потерпел фиаско. Сегодня наш сюжет о дорогом журнале для дорогих читателей. Строгом, но не без изюминок. Титаниум. Или шаршерафан. Легкий флёр, чуть ощутимого аромата изысканных духов, здесь в раз перемешивается с рисковатым запахом свежей типографской краски. Значит, кто-то вновь перелеснул только что отпечатанные журнальные страницы. Четыре раза в год для этих женщин именно таким становится запах победы. Тому предшествует крепотливая работа мастеров слова, фотографии, дизайна, десятка профессионалов высшей пробы. Ведь их продукт – роскошь в каждой строчке и между строк. Я называю это справочное пособие, я не называю это элитарный журнал. То есть, чтобы была информация, которую ты можешь использовать. Ты, который имеешь деньги, тебе не хватает времени, чтобы сидеть в интернете. Вот это наша работа – выполнить поиски вместо человека, обладающего состоянием. Свообразный консьерж сервис. Консьерж сервис на бумаге, да. Уже восьмой год этот, цитирую самих издателей, путеводитель в мире высоких стандартов, предназначенный для натур взыскательных и искушенных, выпускает и делает это с немалым азартом три женщины. Да, мы не ослышались, именно три. Все происходит в просторной квартире одного из фешенебельных районов Риги. Тихий центр – это до поры до времени, ведь здесь кипят редакторские страсти. Впрочем, редакцию вполне можно считать идеальной, раз результатом ее деятельности является журнал на более чем двухсот страницах о роскоши, моде и стиле жизни в чистом виде. Вновь читаю ее описание. Но, как и во всем этом мире, высокие достижения здесь тоже даются непросто. Каждый день, а особенно перед сдачей номера, жизнь внутри офиса сравнивают. С тренажерным залом, потому что каждый день ты приходишь на работу, ты не знаешь, что будет. Каждый день, особенно чем-то интересен. Как же в тренажерном зале? Ты приходишь, ты не знаешь, какая будет нагрузка – на спину, на руки, на ноги. И так же вечером, уходя домой, ты возвращаешься абсолютно выжатый, сил нету. Хочется просто лечь, отдохнуть. Люди в тренажерный зал почему ходят? Потому что это нравится. Есть такое удовольствие, когда ты работаешь, думаешь, что ты делаешь, или занимаешься на тренажере, и тебе это нравится. Как-то мазохистский момент присутствует. Возможно. Марина Дианова не просто и не только главный редактор. Она вдохновительница всего проекта. Без ее идей, находок, связей, в конце концов, журнала просто бы не существовало. Но и светской львице пришлось завоевывать место на Медиа Олимпе. Я помню, первый или, наверное, где-то первый год журнал мы пытались наладить сотрудничество или с Гуччи домом, или еще с кем-то. Нас просто завернули. Мы прислали журнал, нас даже не стали рассматривать. То есть не отвечать. Первый был вопрос – пришлите, а потом сказали спасибо, мы не заинтересованы. Последнее, то, чем я вот реально горжусь – ювелирный дом «Граф» – это номер один в мире ювелиров. Они попросили прислать журнал, они его полистали и сказали, да, мы будем с вами сотрудничать. Вот это я считаю победой. Сейчас в «Титаниуме» статьи о суперкарах, их производителях, частных самолетах и яхтах, их пассажирах, часах, принадлежностях для письма, телефонах и прочих аксессуарах, их владельцах, одежде, обуви, дизайнерских находках, о событиях и необычных путешествиях и прочих неизменных атрибутах роскошного и стильного перемежаются с интереснейшими умными интервью с владельцами замков и виноградников, модных домов и частных мануфактур, столпами большого бизнеса и великими кулинарами, профессионалами своего дела. Кто из них попадет в следующий номер, решают сама жизнь и вдохновение. «Титаниум» – поистине ручная работа. Я работаю вообще неправильно, то есть большинство изданий планируют каждый номер на год вперед. Я так не могу, и меня когда спрашивают иногда агентство, какой будет там зимний номер, я не знаю, я им так объясняю. Я не знаю, что произойдет в мире к этому моменту, может какой-то бренд получит какую-то награду неожиданную. И во-вторых, я не знаю, что будет со мной, в том смысле, а что меня осенит. Ну, нет у меня такого, чтобы планировать. Вот когда мы сдали журнал, эти две недели до следующего – самые тяжелые, пока я не придумаю тему номера. Зато, когда все найдено и решено, кабинет вновь превращается в некую мастерскую, где пишутся статьи, происходит макетирование и, конечно, споры за строчку, изображение, за каждый миллиметр и штрих. Цель – элегантность и безукоризненность. Это же даже неинтересно, если журнал гладкий. Очень важна визуализация. То есть мы распечатываем, складываем в папочки и смурим. И зачастую на распечатке бывает видно размер букв, размер картинки, ее кадрирование. И тогда мы замечаем именно мелочи, когда плюс 3 миллиметра, минус 3 миллиметра, правее, левее, немного меньше шрифт. Зачастую видно на распечатке, что картинка, которая нам нравилась на мониторе, совершенно не играет в жизни. Отдельного рассказа стоит подготовка статей, связанных с путешествиями, респектабельные отели, средства передвижения люкс-класса, удивительнейшие места на планете. Все личный опыт госпожи Диановой. Опыт и приключения. Ведь сюрпризы – не редкость. Это интервью мы записали как раз после такой поездки. Наверное, пожалуй, одно из самых таких замечательных событий, которое удивительное для меня самой было, это мой день рождения на Таите, куда я попала с мадридским клубом. И так получилось, что главное заседание было в день моего рождения. То есть это ничего не подгаданно, но просто так совпало. И когда там политики, ну просто президенты разных стран встали и стали петь мне хэппи безды, чего я не ожидала, и аборигены играли на барабанах, это было фантастично. Конечно, я немножечко была шокирована, но это приятно. Согласно личной статистике «Титаниума», читательская аудитория, хоть и составляет уверенные от 35, медленно, но верно молодеет. Явное свидетельство того, что, несмотря на век высоких технологий, такой журнал, или, как сказала сама госпожа Дианова, консьерж-сервис на бумаге, останется в цене еще очень долго. Аксим Гусаров, Декускопи ТВ, Оригам, Латвия.